Тверской государственный университет, наконец, официально получил нового ректора. Им стала Людмила Скаковская, которая в последние годы и так возглавляла ВУЗ, но с приставкой ИО. В ходе общения с нашей съемочной группой она не только поделилась планами, но и рассказала о том, что нынешняя пятница стала для нее праздничной вдвойне. Кабинет Людмилы Скаковской в эту пятницу был похож то ли на цветочный киоск, то ли на магазин подарков. Весь день сплошные поздравления от коллег и студентов. На телефоны и звонки и ответы, как правило, одного типа. Спасибо вам большое, спасибо. Мне очень приятно. Все дело в том, что у Людмилы Скаковской 13 ноября день рождения. Однако поздравления она принимает не только по этому поводу. Накануне ее избрали ректором Тверского госуниверситета. Подарок для именинницы, которого лучше и не придумаешь, но почивать на лаврах некогда. Надо уже думать, как реализовывать поставленные цели. В первую очередь попадание в программу академического стратегического лидерства. Наш университет имеет все пороговые значения для того, чтобы войти в эту программу. Эта программа не только дает дополнительное финансирование, она дает статус университету, она дает уверенность университету в своем развитии и в будущем коллектива. И вот это, пожалуй, самая главная задача сейчас. Конечно же, вуз будет развиваться, предлагая новые направления для обучения. В частности, мехатроника и робототехника, лесное дело, экономическая безопасность, биотехнология, судебная и прокурорская деятельность. Все эти направления будут очень востребованы, убеждена Людмила Скаковская. Кроме того, в планах завершить долгострой на Соменке. Планировалось, что на Соменке будет кампус серьезный, большой, но, к сожалению, до сих пор мы все строим, строим, строим с попеременным успехом. Но на Соменке все-таки мы собираемся заканчивать строительство одного из корпусов, который строится уже очень давно, с 2006 года. До конца ноября Федеральное министерство образования и науки должно утвердить результаты творских выборов. Но уже сейчас смело можно говорить, что сбылась мечта Павла Максимовича. Ведь основывая ровно 150 лет назад в этих стенах женскую учительскую школу, он очень хотел, чтобы когда-то ее возглавила именно представительница прекрасного пола.